Всем привет! В эфире канал Turkish People. Меня зовут Елена и я вам рассказываю про жизнь в Анталии. Сегодня мы с вами пойдем в магазин. В один из любимых моих магазинов это текстильный. Он находится в торговом центре Озделек и магазин также сам называется Озделек. Но помимо текстиля здесь продается масса и других товаров. Но мы именно пойдем смотреть полотенце, постельное белье и все, что с этим связано. Торговый центр Озделек находится в Кипесе. Это еще не такой раскручивый торговый центр у туристов, но я советую вас сюда съездить. Потому что помимо этого классного магазина, который вы сегодня увидите, здесь еще есть продуктовый магазин, он тоже называется Озделек. И там тоже продаются такие продукты, которых нет в других торговых центрах. И цены здесь ниже, чем в 5 Микрос, например. Как сюда добраться? Сразу вопрос. Конечно, мы уже снимали видео, как доехать до этого торгового центра. Показывали все остановки, как выглядит торговый центр. Давайте я вам напомню. Самое простое сюда доехать, конечно же, на трамвае. Вот, например, от Маркантали едете сюда на трамвае и остановка называется Докума. А если вы едете, например, из Кемера, я вам советую доехать до конца, до автовокзала, выйти там тоже к трамваю и сесть на него, и поехать уже до остановки Докума, буквально там 2 остановочки. Также вы вернетесь и обратно. Сядете на трамвай, доедете до Алтагара, это у нас автовокзал, и там же сядете на автобус до Кемера и спокойненько доедете. Причем вы сядете в пустой автобус, а все остальные люди в основном подсаживаются возле 5 Мигрос. Мы и про автовокзал снимали видео, и как он выглядит, и где находится остановка, чтобы сесть на автобус в Кемер. Ну, давайте, меньше слов, побольше интересных вещей. Пойдемте. Сразу хочу предупредить, цены здесь не супер низкие, потому что гораздо ниже можно купить на базаре Чаршамба. Ну, на базаре Чаршамба качество полотенец совершенно не такое. Они очень тоненькие, они вот, ну, быстро изнашиваются. Я люблю здесь покупать полотенца, потому что, вот мы уже покупали год назад, мы даже снимали видео как раз заодно, и эти полотенца у нас прослужили год и совершенно не изменились. Они как были яркого такого цвета, ну, я бы не покупали и побледнее. И помимо того, что и цвет сохранился, и качество их сохранилось. Вот я смотрю, на меня поглядывают тут продавцы и очень. Вы понимаете, что заходить сюда надо вот с этой штукой, ее надо одеть, без маски у нас тут никуда. Ну, давайте. Вот вы уже видите, какой огромный отдел. Все такие яркие, красивые полотенца. Обычно скидки у них выставляют они сюда. Ну, вот здесь не написано, что это скидочное. Никаких акций, потому что они всегда ставят здесь значок акция какая-то, там купить два по цене или еще что-то такое. Здесь просто обычные цены. Вот рассказан размер 90 на 160, это очень большое будет полотенце, и стоит 65 лет. Полотенца очень яркие. Вот написано, что они для пляжа. Но я вам говорю, что это не обязательно брать его на пляж. Просто я такие яркие полотенца покупала своим детям, и они любят ими дома вытираться. Я же найду, вот я даже видела нашу расцветку там. Они с одной стороны вот такие велюровые, вот так вот объяснить, очень приятные. А с другой стороны обычные махровые, но вот достаточно плотные. И я вам серьезно гарантирую, что они цвет не меняют. Я их год стирала, ничего с ними не случилось. Я вот хочу сейчас еще купить несколько полотенец, буквально вот в подарок. Вот. Вот такое полотенце. У нас тут поменьше размера он есть, потому что дети поменьше. Есть у моего младшего сына. Есть, конечно, пляжные полотенца. Вот они, видите, другого размера. Вот 86,5 на 162 см. Почти 65 лир. Вот это 23 лиры. Маленькое полотенце 50 на 90 стоит. Вот тоже не яркие, письмо-неоновые. Вот марка Озделек, она отличается именно своим качеством. Она известна по всей Турции. Вот эти торговые центры Озделек есть не только в Анталии, они есть и в других городах. А вот когда вот скидка, они вот эти перечеркивают старую цену и указывают новую. Вот это обычные полотенчики. Есть не только такие бархатные, как я показываю. Есть и красные. Сейчас аккуратно развернем. Вот эти. Разные вставочки. Вот она стоит 18 лир, 50 на 90 полотенца. Еще они любят подбирать по цветовой гамме. Вот тут любят белые полотенца. Они даже вот эти одинаковые оттенки. И с рисунками. Вот такой 75 лир. 100 на 150. Это огромнейшее полотенце. Просто огромнейшее. Вот она здесь просто с набивным рисунком. К нему такой же есть. Поменьше. Вот 50 на 90. Вот это классные полотенчики для с ножками. 30 лир стоит. 50 на 70. Класть у душевой кабины. Очень приятно. К ногам. Обычная. 65 лир. Поменьше 23 лир. Конечно же мы видим халат. Халаты у них безумно красивые. Но меня всегда волнует размер. Вот этот халат стоит 220 лир. Такой вот стоит 190 лир. Вот он тоже сверху мягкий, бархатный. Внутри обычный, как махровое полотенце. Они достаточно толстые. Самое главное найти нужный размер. Вот это размер SM. Это мы женском одели сейчас. Большие размеры у них тоже есть. Вот там тоже большой выбор халатов. Мы до них дойдем. Вот. Это размер XL. Тоже вести порыть, то найти можно. И причем, посмотрите, к такому халату можно даже найти аналогичное полотенце. То есть даже в одной цветовой гамме можно себя оформить ванной. 28 лир стоит 50 на 90 такое полотенце. Скажу честно, цены немножко подросли. Год назад были на 10 лир дешевле. Эти же самые полотенца, ну вот такого вот размера. Что же делать? Вот розовый халат. 220. Вот 180. И размер L. Размер действительно соответствует, если вы носите L размер. Это 48-й российский. То вам точно будет как раз 220. И вот поглядите, мы тоже такое же полотенце видим. 28 лир полотенчика. Очень красивая. Вот как одинаковая с халатом. Такой же большой есть за 85. Это уже пашни-мужские халаты у нас. Чисто белый. 210 лир. Размер XL. Вот такой стоит 170 обычный белый. Тоже XL размер. Красивые, необычные халаты. 220. Размер M. XL. Потому что мы всегда пытаемся найти большие размеры. Вот этот по размеру M. Как красивее. Стоит он тоже 220 лир. Тоже размер M. Видите, к ним подобные полотенца есть. Цены одинаковые. Что мы там видели. Вот по размеру смотрим. 50 на 90 25 лир. 25. 90 на 150 70. 100 на 150 75 лир. Когда есть скидки, вот их обозначают 20 лир. Обычное полотенчико. 50 на 90. Вот это огромное будет полотенце. 90 на 150. 85 лир. Смотрите, как оно большое. Красивое. Просто можно купить 2-3 дешевых полотенца. Они очень быстро износятся. Либо купить одно хорошее. Такой не стыдный в подарок подарить. И, честно говоря, приятно самим пользоваться. Я когда купила эти такие полотенца, мы просто от других избавились. Я потом еще раз купила, чтобы у нас только такие дома есть. 220 стоит халат. Вот видите, скидок на них нет. Это тоненький халат потоньше. Тоньше халат стоит 180. Размеры XL. Вот в прошлом году это была модная коллекция. Мы Андрею купили халат вот такой. Смотри, видишь, на полотенце скидки. Они каждый год выпускают новое. Вот 18 лир. 50 на 90. Знаешь, я бы не отказался. У меня как раз такой халат остался. Да, оно, видишь, маленькое для лица. А большое полотенце, вот 50 лир стоит оно у них. Вот видишь, три полотенца остались. 90 на 150. Видите, какой красивый, да? Я думаю, мы его возьмем. Красивая полотенчика. Мы когда снимем видео, мы себе еще собираем. Мягкие полотенца. Обычно вот выглядят. Эти потоньше. Потоньше стоит 23 лера. 65. Это вот похоже, как обычное полотенце. Здесь просто они уже разноцветные. И опять халат. Халаты уже здесь не такие презентабельные, как там. Вот они стоят 170 лир. Конечно, размер L. Здесь тоже всех цветов есть. Они по 170 лир. Вот эти полотенца, можете сказать, что вы видели на базаре. Они там стоят по 20-30 лир. Скажу так. Эти более плотные, большее количество ниток использовано. 65 лир. Хотя за 65 лир можно купить очень красивое полотенце, которое мы там показывали. Но кому-то нравится, просто одинакового цвета. Видите, 65, 23. Вот маленькая 30 на 50 стоит 9. 180 лир, размер L. Красивый полотенце. 23,50 на 90, 65. То есть одни и те же цены. Это вот используют на пляж. Стоит она 80 лир. А вот прошлогодняя коллекция, она переместилась сюда, потому что у меня вот похожее полотенце. Стоит 60 лир. И я вот тоже покупала за 60 в прошлом году. 90 на 150. Вот здесь. Здесь вот она велюровая, с этой стороны обычная махровая. Вот это очень приятно в целом. На маленькие скидки 20 лир стоит. И внизу вы всегда обращаете внимание, всех цветов и оттенков есть полотенце для ног. Скидки 180 лир, размер XL. И посмотрите, к ним есть полотенце. Очень стильно будет смотреться. Вот здесь пройти сложно. Смой пойдем. Вот можете увидеть, здесь набросаны полотенца. Вы скажете, как же в таком красивом магазине все аккуратно, а здесь вот так накинут. Мы читаем здесь по весу. 1 килограмм стоит 55 лир. Здесь каких-то полотенец есть дефект или еще что-то. Вот просто, ну вот прям набираешь и по весу оплачиваешь их. Разные. Видите, прям вот ножки. Хотя вот берешь, вот ищешь, думаешь, в чем же проблема. Бывает, они остаются по одному у них. Вот. Вот за строчкой есть. Вот у этого я никаких дефектов, на первый взгляд, а вот вижу тоже за строчку. Все халаты, это стопроцентный копок. Вот написано, стопроцентный помог. Подарочные наборы. Ну, тут я говорю, это турецкие полотенчики. Они маленькие, вот 60 лир. В наборе, такие же мы видели на базаре, стоят они подешевле. Просто здесь вот за счет названий «Осделек», что они отвечают за свое качество. Есть вот подарочные наборы с халатами. Вот видите, два халата, два полотенца. Вот стоит 350 лир, вот вот бамбук. Только надо смотреть, какие размеры здесь положены. Вот это такой 550. Потому что с вышивкой. Это мужской и женский халат. Ну, конечно, так сложно подобрать с размерами, надо подглядеть. Халат 330. То есть, два халата, два полотенца. Покажу вам и детский халат. Детский халат стоит 150 лир. Даже разных цветов, размеров. Вот такой стоит 100 лир маленький. Но также вот как те же качественные полотенца сверху. Белюровые, внутри хлопкая. Они с капюшоном. 100 лир. 110. 140 лир. Это чисто как махровые с двух сторон. 120. Много красивых полотенец просто выставлено. По одному 20 лир, 50 на 90. С вышивкой полотенчики. Детские полотенца. 55 лир. 70 на 130. Потому что, как вот дети любят с рисунками. Известных героев мультфильмов. Просто вот накидка. Вот такой панчо стоит 75 лир. Смотрите. С разными героями. Вот еще огромный выбор халатов. И полотенчики попроще. Тоже прошлогодняя коллекция. Вот они стоят по 50 лир. 17 лир. Конечно, вы за моей спиной уже увидели постельное белье. И хотите узнать, какие цены на постельное белье в стиле? На односпальную кровать 140 лир. На двуспальную 190 лир. Вот видите, само постельное белье. Она очень красивая. Расцветок есть. Достаточно тонкая. Хорошо стирается. Но я вам скажу одно. Я покупала и этой фирмы, и фирмы Мадам Коко. Скажу честно, не особо заметила разницу. Одинаковое было впечатление от использования. Просто здесь, ну, как смотрю, какие красивые. Если такие вот необычные расцветки, ну, 320 лир. Подарочные коробки. Это если купить, в коробке красиво подарить. Вид необычные, когда вот они. 210 на одна спальня. 250. Все размеры указаны здесь. И еще предупреждаю, что наволочки на подушке здесь на 50 на 70. Невресим. Это у нас пододеяльник. Чаршав. Это просто. Я скрипела эффект. Это у нас наволочки. Ну, здесь указано их количество и как они выглядят. И хочу предупредить, что в таких коробках простынь будет обычная, которую нужно заворачивать. Если вы хотите простынь на резинке, они были вот там в самом начале выставлены. Вот так вот, посмотрите. Вот в виде большой выбор. Красивого, постельного белья. Вот как оно выглядит. Мне как-то задали вопрос, а как же понять, потому что иногда покупают набор, а там оказывается не пододеяльник, а вот такое покрывало. У нас же жаркий климат и летом пододеяльник для одеяла не нужен. Вот здесь просто покрывало. Оно называется пике. Ну, а чаршав – это у нас по-прежнему. Это простынь и вот ястык. Поняли, да? Если написано пике, это будет просто покрывало. Если вас интересует просто на резинке, вот она, видишь, видите, как называется, ластик ли, чаршав. Вот она выглядит отдельно. Их продают отдельно. Вот она стоит 100 лир. Второй размер в спальную, либо 110. На односпальную кровать, вот видите, ластик ли, чаршав, 30 лир. На спальную 35 лир. Все в зависимости, какой купите. Или в такой коробке, или просто завернутой в пакетике. Я надеюсь, вам понравился такой обзор. И вы захотели приехать в такой магазин, чтобы купить необычные подарки своим друзьям, знакомым. Потому что полотенце или постельное белье, оно самый классный подарок. Он будет служить вам долго. Постельное белье, конечно, я вам советую еще сходить, посмотрите в магазине Мадам Копо. Там тоже большой выбор. Он здесь тоже, этот магазин присутствует. Но полотенце Яву всегда покупает только здесь. И я здесь также куплю подарки своим родным. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я с большим удовольствием вам буду рассказывать дальше про Анталию. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Я вас всех люблю. Всем пока.